МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас будет изменено и ограничено движение автотранспорта на период проведения праздничных мероприятий. Еженедельное совещание у главы администрации. Что мог сделать русский царь, чтобы его зверстия убили, а в честь одного из убийц назвали станцию метро «Столица России». День науки в 4-й школе Десногорска. Криминальная обстановка за минувшую неделю. А теперь об этих и других событиях подробнее. 26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, в Десногорске прошел митинг, посвященный 30-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Сказать слова благодарности и выразить признательность ликвидаторам к памятному знаку пришли представители администрации города и области, общественность, ветераны, простые жители и школьники. Это трагедия страны, это трагедия всех нас. И, разумеется, говоря сегодня о тех днях, говоря о подвиге тех людей, мы берем на себя ответственность помнить подвиг и труд этих людей и не допустить его в дальнейшем. В тот страшный апрель 1986 года смоляне одними из первых откликнулись на призыв чернобыльцев. На ликвидацию последствий аварии отправились пожарные, военнослужащие, врачи, водители, строители и гражданское население. В данный момент в Десногорске проживает 477 ликвидаторов. Смоленская АЭС признана как самое безопасное предприятие в атомной промышленности России. Вы честно, трудитесь, профессионально и добросовестно на Смоленской атомной электростанции, где живут ваши семьи в этом городе. Вы храните мирный атом. Низкий вам поклон за это и многие долгие лета счастливой жизни, а ликвидаторам светлая память. Почётной грамотой от Общероссийского объединения «Союз Чернобыль-России» и знаком 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС Ольга Владимировна наградила руководителя акционерного общества «Атомтранс» Михаила Лосенко. От губернатора Смоленской области благодарственные письма получили члены общественной организации по поддержке пострадавших от чернобыльской катастрофы Антонина Железнякова и Тольят Мамедов. А председатель Союза чернобыльцев Валерий Фукс был отмечен благодарственным письмом от начальника департамента области по социальному развитию. Прошло 30 лет, а жителям Припяти и участникам ликвидации катастрофы кажется, что это было вчера. Я никогда не забуду этот день, когда мы уехали туда в 1986 году. Это было в конце мая. Нас было пять человек, я возглавил эту группу. Нас отправили в командировку на Чернобыльской станции. Но дата эта скорбная, уже прошло 30 лет, и я это все помню как сегодняшний день. Я никогда, конечно, не думала, что я буду жить в Десногорске после аварии. Я хотела свою жизнь связать с Припятью. Я работала на четвертом блоке, который взорвался. Дети ходили в садики и в школу. Все было прекрасно. Но жизнь потом изменилась. В завершении митинга память о тех, кого уже нет, почтили минуты молчания и возложили цветы и венки к монументу. С 23 апреля по 4 мая на Смоленщине проходит межрегиональная вахта памяти 2016, посвященная 75-летию рождения Советской Гвардии. Поисковики будут работать в Глинковском и Ельнинском районах. В этом году ожидается более полутысячи участников, в том числе поисковые отряды Смоленского объединения долг и отряды из 13 регионов России. На Смоленщине готовятся к проведению торжественного шествия Бессмертного полка. Администрация Десногорска приглашает горожан принять участие в этой акции. В колонию Бессмертного полка может присоединиться каждый, кто придет с фотографией своего героя. Транспарант можно изготовить самостоятельно, а можно обратиться за помощью в городской музей подробностей по телефону 336 86. На плановом оперативном совещании глава администрации Вячеслав Седунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Месячник по санитарной очистке города завершится 29 апреля общегородским субботником. Планируется участие всех предприятий и организаций Десногорска. Активно призываю принять участие в нашем общегородском мероприятии по наведению порядка в нашем с вами городе. В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет изменено и ограничено движение автотранспорта. После отключения отопления в городе специалисты МУП ККП приступили к гидроиспытаниям. Произведены гидравлические испытания в 7 микрорайоне 21 апреля и 28 апреля будут произведены гидравлические испытания в 8 микрорайоне. Для проведения ремонтных работ на тепловых сетях после проведения гидравлических испытаний предприятие обеспечено всеми необходимыми материалами и средствами. Продолжается капитальный ремонт пяти жилых домов Десногорска. Уже произведена замена инженерных сетей в подвалах. Сейчас меняют стояки в квартирах. Просьба к жителям с пониманием отнестись, потому что у нас есть собственники, которые отказывают в доступе к стоякам в своих квартирах. И поэтому работы, скажем так, приостанавливаются и не могут выполняться более качественно. Поэтому просьба собственникам обеспечить доступ к своим стоякам. 29 апреля в спортивной школе Десногорска в 21 раз пройдет традиционный турнир под дзюдо, посвященный памяти Николая Савинича. На майские праздники пенсии будут доставлять в обычном порядке. 1, 2 и 8, 9 мая станут для почтовых отделений выходными днями. Пенсии и пособия можно получить в соответствии с установленным пенсионным фондом графиком и режимом работы отделений почтовой связи. Апрель является традиционным временем проведения в школах Дня науки. Это событие волнительное и знаменательное для всех. Дети представляют свои лучшие работы, а педагоги их оценивают. Как прошел День науки в 4-й школе Десногорска, смотрите в нашем сюжете. Уже второй год в школе на Дне науки работают две секции. Две номинации соответственно – исследовательская работа и творческая работа «Я автор». Нынче больше 30 учащихся подготовили творческие и исследовательские работы. Среди них большинство учащихся 5-х и 6-х классов. Дети наши растут в своих работах, что они работают с исследованием, с творческими работами. И самое приятное, что таких работ у нас становится все больше и больше. Затем провели жеребьевку и разошлись по кабинетам. Приступила к работе жюри, которая слушала, вникала, пытаясь прочувствовать, как трудились ребята. «Весенние капельки так и не сглазки и маленькую книжечку. Нас издает изменять он и мой христиан. Это мой первый рот решение на пути к великому русскому слову». Работы были очень разные. Исследовали совершенные числа, древние меры длины, золотое сечение, микроклимат в школе, творчество Достоевского, фразеологизма, пришедшая из Библии и даже трагедию царской семьи Николая II. Уважаемому жюри было непросто, но итоги подведены. Все участники награждены почетными грамотами. «Я неоднократно участвовала в этом мероприятии и буду продолжать участвовать для выполнения разных исследовательских работ». Желаем всем удачи! Криминальный блок. Полицейские совместно с инспекторами рыбоохраны при обходе мест Нереста в Дорогобужском районе с поличным задержали мужчину, ловившего рыбу сетью. Стражи порядка изъяли у него более трех килограммов свежевыловленной рыбы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести месяцев лишения свободы. О криминальной обстановке на минувшей неделе в нашем городе расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 127 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них шесть сообщений о преступлениях. Зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 129 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 111, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 12 человек. 28 апреля в читальном зале Десногорской центральной библиотеки состоится встреча со спортсменом-марафонцем Николаем Тиховым. Вечер посвящен 50-му марафону Николая, который прошел в январе текущего года. Чемпионат Смоленской области по Боча среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата пройдет в областном центре 30 апреля. В турнире примут участие команды из Гагарина, Вязьмы, Сафонова, Дорогобужа, Ярцево, Смоленска и Десногорска. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание. До свидания.